Здарова народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал ChinaGuardgets и сегодня у вас в гостях в этой крупногабаритной посылке находится новый ноутбук от компании Jumper. Моделька, если мне не изменяет память, Jumper Easybook 3L Plus. Если изменяет память, то Jumper Easybook 3L Pro. Мои постоянные зрители помнят, что совсем недавно у меня на обзоре уже была моделька от данного производителя. Это был Jumper Easybook 3S. И чем же отличается 3S от 3L Plus? В первую очередь тем, что в этой, в новой версии 3L у нас используется металлический алюминиевый корпус. Кто смотрел обзор на 3S, помнит, что я как раз таки жаловался на то, что пластиковый корпус хрустел и это доставляло такой небольшой дискомфорт. В принципе, сам ноутбук вполне себе ничего, он до сих пор живет, никаких проблем с ним нет, но хотелось бы что-то более крепкое. И вот, собственно говоря, нашел модельку в алюминиевом корпусе. Правда, у нее есть один недостаток, а выражен он в первую очередь тем, что тут поменьше памяти используется. 6 гигабайт оперативной памяти, точно так же, как и в предыдущей модельке, но вот накопитель тут на 64 гигабайта. Зато есть слот расширения, не надо ни курочить, ни разбирать ноутбук, там просто, ну да, один болтик мы откручиваем, поднимаем крышку и ставим любой накопитель абсолютно любой емкости. Ладно, дорогие друзья, посылка до Краснодарского края шла около 15 дней, доставляли компания СДЭК и давайте-ка приступим к вскрытию. И так, все, нож в сторонку, тут больше ничего нет и вот так выглядит упаковка от самого ноутбука. Все, в принципе, как обычно, просто и минималистично. Так, ну это гербестовцы, как обычно, приклеили сюда вот этот вот переходник под наши розетки, он потом еще зараза липнет к пальцам, жесть просто, его надо будет сейчас отмывать. Вот, собственно говоря, ладно, буду все это дело отмывать и очищать, но немножко попозже. Что у нас тут, в принципе, никаких отличий по коробке с моделькой, а, все, все, вот смотрите, все точно, EasyBook 3L Pro, в общем, изменила мне моя память. На одной из боковых грани коробки у нас указаны технические характеристики, это Intel Apple Lake N3450, 6 гигабайт DDR3 оперативной памяти, 64 гигабайта накопитель у нас сейчас из коробки идет и вес ноутбука 1 килограмм 300 грамм или 1 килограмм 780 грамм, честно говоря, не пойму, тут по-китайски написано, что-то как. Ну и, собственно говоря, все, давайте-ка попробуем вскрыть все это дело и посмотреть, доехал ли к нам ноут в целости и сохранности или же, не дай бог, нет. Итак, первым делом у нас встречает вот такая вот коробка, тут, по всей видимости, у нас находится блок зарядного устройства, даже гадать не нужно. Да, вот такой вот компактный, с каким-то мусором в комплекте, не знаю, что высыпалось. Так, он у нас на 2 ампера, переходник у нас уже есть, липкий, дальше идет, так, есть там ноут вроде как. Опа, сам ноутбук, вот он, дорогие друзья, и еще какие-то ништяки в виде руководства пользователя. На китайском все слиплось, на китайском английском языке. Так, и все, там обычная поролоновая проставочка для удержания ноутбука внутри коробки во время транспортировки. Ну и, собственно говоря, все. Так, ладно, что у нас по самому ноуту? Сейчас тут немножко подебоширю, пораскидаю все это дело, еще одна какая-то гарантийная карточка, штамп ОТК. О, все, прилип к пальцу, штамп ОТК. И вот там ноутбук, момент истины. Вот он. Ну, собственно говоря, у меня небольшое дежавю, потому что выглядит он практически один в один с предыдущим. Но он холодит руку, а это первое отличие, а значит он металлический. Послушаем. Так, не очень убедительно. Но я вижу, что он металлический. Но он из металла сделан, это точно. Ладно, в общем, давайте-ка в первую очередь ознакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего героя. На крышке ноутбука красуется логотип компании Jumper. Снизу расположились 4 прорезиненные ножки и слот для установки накопителя, при помощи которого мы можем расширить основную память. На правой боковой грани у нас находится слот для карточек памяти стандарта microSD, USB 3.0 разъем, а также разъем 3.5 мм для подключения стерео гарнитуры и разъем питания. На левой боковой грани у нас находится LED-индикатор, micro HDMI-разъем и разъем USB 3.0. Открыв ноутбук, мы можем встретить глазок веб-камеры, 2 микрофона и дисплей с диагональю 14 дюймов. Далее у нас идут 3 LED-индикатора, клавиатура. Хочу сразу же заметить, что она не русифицирована, поэтому придется покупать наклейки. Ну и под самой клавиатурой у нас находится достаточно крупногабаритный тачпад. Он уже выполнен из пластика. Ладно, дорогие друзья, с внешним видом, как всегда, мы разобрались. В принципе, повертели в руках данные агрегаты. Я не могу назвать его... Нет, он тяжелее, чем 3S, но не кардинально. А в целом, достаточно компактное решение в металлическом корпусе с приятным внешним видом. Ладно, давайте-ка откроем его и посмотрим, что у нас внутри. И вот так вот у нас выглядит ноутбук. Собственно говоря, тут еще подложка используется. Ну и давайте-ка попробуем запуститься и перейдем к тестированию 3.2.1. Итак, LED-индикатор у нас тут загорел, у нас против кнопки включения. Логотип джампер, какие-то иероглифы. И, собственно говоря, я так думаю, сейчас у нас пойдет загрузка системы. Это первая загрузка системы, поэтому необходимо будет пройти кучу настроек. Но, повторюсь, переустанавливать Windows не нужно. Как в прошлом экземпляре данного ноутбука, это моделька 3S, там у нас была международная версия Windows. Ладно, дорогие друзья, избавлю вас от мучений ожидания и мы переходим к тестированию. Как всегда, на деле эксплуатации за плечами и забегая наперед, хочу сказать, что у кого-то особого смысла рассказывать в деталях о данном устройстве я не нашел. Я уже подробно разбирал модель 3S и, по сути, наш сегодняшний герой отличается от этой модели, ну, не сильно. Так что, если кто-то словит дежавю, я не виноват. Как всегда, ноутбук пришел на чистой Windows 10, которая молниеносно начала обновляться, потом снова обновляться, ну и делать все, что любит делать Windows 10. Затем я закинул кучу софта и приступил к выжиманию всех соков. Первое отличие, кроме алюминиевого корпуса от модельки 3S, заключается совершенно в другом основном накопителе. В 3L Pro устанавливается и у MMC SSD накопитель объемом 64 гигабайта, а вот в 3S SSD диск на 256 гигабайт. Исходя из синтетических тестов, наш сегодняшний герой сливает своему пластмассовому оппоненту. Показатели после нескольких циклов записи и загруженности от 50 до 70% соответствуют обычному HDD диску. Иногда скорость тени и записи маячит около 250, но выше не забегает. На практике не могу сказать, чтобы что-то грузилось или подгружалось из рук вон плохо. Особой разницы с 3S я не заметил, но при лобовом сравнении она все-таки есть. Небольшая, но есть. Да и объем, честно говоря, уж очень мизерный. Мне, чтобы досконально напичкать ноуту всевозможным софтом, пришлось неслабо так поизгаляться. Так что расширять память все-таки придется, благо слот предусмотрен. Добавляем 256 гигабайт минимум и думаю ставим систему уже на новый диск и будет все ок. Второе отличие это экран. В 3L Pro используется TN матрица вместо EPS как у 3S. Но есть одно но. В сети ходят слухи, что попадаются образцы и на EPS матрицах, но это не точно. Сразу скажу, что это не самая дешманская TN, что я видел и даже наоборот еще вполне себе нормальная. Конечно же EPS была бы тут попредпочтительней, но сама матрица обладает отличной цветопередачей, прекрасной детализацией и неплохими углами обзора. Самая большая инверсия наблюдается лишь при взгляде снизу и сверху, справа и слева все вполне годно. Хотя как ты и не крути, от TN есть TN и впечатляющих углов обзора можно от нее не ждать. Экран приемлемый, но не более. В принципе при любом раскладе он даже лучше тех, что устанавливается в ноутбуках, которые можно купить у нас в местных магазинах за аналогичный прайс. Ах да, еще раз напомню, диагональ равна 14 дюймам, разрешение Full HD. Что касается работы в офисных и мультимедийных приложениях, то тут много говорить не буду, я все сказал в обзоре 3S. Офис это пожалуй именно то, с чем наш сегодняшний герой справляется на твердую пятерку. Офисные файлы практически любой тяжести открываются и подгружаются достаточно быстро. Работа в пакете программ Microsoft Office меня полностью устроила. Как к скорости загрузки, так и к скорости скроллинга претензий нет. Что же до более ресурсовемких приложений в лице того же Adobe Audition, Premiere Pro или Photoshop, то дела тут обстоят уже не так радужно, но все во многом зависит от ваших проектов. Работа в режиме реального времени с малым количеством аудиодорожек, эффектов или слоев не вызывает особых вопросов. Для начинающих пользователей железа должно хватить, но если вы любите выжать из своих проектов все по максимуму, да еще и мониторить в режиме реального времени, тогда вопросы скорее всего уже могут возникнуть. Все таки надо понимать, что под монтажку наш герой явно не затачивался, но скрипя зубами работать можно даже в профессиональном софте. Платформа Apple Lake H3450 больше про потребление контента, а не про его создание. С 4К, БД-ремоксами и прочим видеоконтентом Jumper Easybook 3L справляется. Что же до качества звучания, то скажу одно, звук однозначно громкий, и от 3L я такого не ожидал, он однозначно громче 3S. Динамики очень хитро спрятаны в стыке между дисплеем и клавиатурным блоком. По идее звук должен быть тише, однако все с точностью наоборот. Не знаю как это реализовано, но как мне показалось, громкость даже усиливается. Что же до качества, то оно вполне себе среднее. Ну а сейчас пара слов о веб-камере. В принципе тут ничего удивительного, стандартная бюджетная веб-камера без чудес, но в отличии от 3S в 3L Pro она на 2 Мп, и качество фото и видео тут раза в три лучше. Правда подавляющая часть стороннего софта все равно лагает при работе с разрешением выше VGA. На борту джампер EasyBook 3L Pro установлен 4-ядерный 4-поточный процессор Intel Celeron N3450 с максимальной частотой работы ядер равной 2,2 ГГц. Частота без нагрузки равна 1,1 ГГц, максимальное энергопотребление составляет 6 Вт. За график отвечает Intel HD Graphics 500 с максимальной частотой до 700 МГц. Оперативная память в устройстве 6 ГБ. И как всегда, напоминаю, все тесты проводятся исключительно в производительном режиме. Что ж, в первую очередь хотелось бы отметить энергоэффективность, так даже после многократного прогона в бенчмарках и играх, наш герой расставался с зарядом аккумуляторной батареи уже очень неохотно. В принципе за это я хвалил и модельку 3S, тут можно сказать ничья. Оба ноутбука держат заряд на твёрдую пятёрку. Просмотр одного полнометражного фильма или 2 часа воспроизведения видео при яркости в 75% съедают максимум 20-25% заряда. Что же касается игр, то вот тут разумеется и кроется засада. Всё-таки для тяжёлых ресурсоёмких игр наш герой уж точно не проектировался. Бенчмарки проходятся без вылетов, разумеется результаты само собой скромные, но я уже говорил выше, что машинка больше для поглощения контента, а не для его создания. Ну и вот вам пример World of Tanks, настройки графики минимальные, все ползунки влево, разрешение HD и вуаля, заветные 30 кадров в секунду на нашем экране. Эх, если бы в большинстве случаев FPS нестабильные, скачут от 23 до 35 кадров. Скрипя зубами, конечно же играть можно, я когда-то первый кризис проходил над 20 FPS и думал, что это норма, но комфортным геймплеем явно не назовёшь. Ставим разрешение экрана ещё ниже и ситуация не меняется кардинальным образом, разве что средний FPS поднимается ещё на 2 кадра. Играть поприятнее, но всё равно не торт, однако портоводить можно в режиме артиллерии ещё плюс 10 FPS. Ну и напоследок, старая добрая CS 1.6, вот тут наш герой раскрывается, играть можно и вполне комфортно. Также могу сказать, что большинство старых и нетребовательных проектов на 3L Pro запускается и в них можно играть. Больше примеров игр есть в обзоре 3S, ноутбуки по железу абсолютно идентичны, поэтому особого смысла сравнивать и застрять на играх внимания в обзоре 3L Pro я не буду. Что ж, мои дорогие друзья, настало время подвести некоторые итоги. Джампер Избоку 3L Pro это вполне себе неплохой, компактный, достаточно лёгкий ультрабок в алюминиевом корпусе с приятным внешним видом и хорошей сборкой в сравнении с тем же Джампер Избоку 3S наш герой выглядит гораздо солиднее и собран получше. Во всяком случае, он не похрустывает, хотя это всё придирки 3S тоже вполне себе бодрячком, да и матрица в нём используется и PS, и встроенный накопитель побольше. Однако, расширить пространство в 3S без хирургического вмешательства нельзя, и это минус. В целом, как Избоку 3S, так и Избоку 3L Pro я могу смело рекомендовать к покупке. Оба ноутбука вполне годные, рабочие лошадки. Взвешиваем плюсы и минусы и выбираем понравившуюся модель. На этом я буду закругляться, покупать ли Джампер Избок 3L Pro и 3S или же нет, решайте в первую очередь вам. Все необходимые ссылки на магазин, где можно приобрести этот девайс по самой выгодной цене, вы найдёте в описании под видео. Ну и конечно же, если вы при этом захотите ещё и дополнительно сэкономить, категорически рекомендую вам кэшбэк-сервис Letyshops. Я им сам пользуюсь и вам советую. Ссылка на него есть также в описании под этим роликом. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом думаю всё. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео как можно скорее. Также не забываем посетить нашу группу ВКонтакте, там я публикую фотосессии устройств, которые приходят ко мне на тестирование, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзора. Все, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку и до новых встреч. Ну и разумеется, не забываем оставить своё личное мнение по поводу всего девайса в комментариях, с радостью с ним ознакомлюсь.